Добрый день. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня за рабочей поездкой на Ведвое Гомельскую в область. Керавник белорусского урада ознайомился с выниками комплексной модернизации металлургичной вытворчасти на БМЗ. Так само в программе наведывания предприемства Белфа и открытого акционерного товариства «Бабовский». Там премьер-министра проинформует об ходе весновых полевых работ в регионе. Подробности в наступных выпусках. Дарыши сельско-господаршие организации Гомельской в области завершают сяубу ранних яровых, зерневых и зернебобовых культур. По оперативной информации Комитета по сельской господарции «Харшаване Абылвыконкам» ранние яровые уже посеяны на 145 тысячах гектаров. Это 95% от запланованного. Массовую сяубу завершили 13 районов в области. В целом яровые культуры в регионе посеяны на 22% площадь. Все лето под их выделено 550 тысяч гектаров. Федерация правсоюзов Беларуси на чале с ее старшиней Михаилом Ордой наведала Наравлянский район. Федерация шефствует над им с 2006 года и на передании черговой годовины аварии на ЧАЭС. Ее представники зауседы наведывают один из наибольшь потерпелых районов Украины. В вынику авары из карты района зникло больше, как 30 вёсок. Из господарших оборотов выведено около 20 тысяч гектаров земли. Колькость насельництва скоротилась о малю троя. Про 30 годов люди не забыли минулое, але запеуненностью глядяць у будущую. Будуются жильё, открываются новые вытворшасти. Так, на крытом тыдне плануется запустить новую линию наградоутворальным предприемствия фабрицы «Червоны Мазыранин». Гости высоко оценили якость продукции и ее шансы на рынок Украины. Далее в программе визиту сустреча с жихарами района. Кап подяковать им за пленную працу. На набытье мебли для центральной районной больницы яко-равнисту улучшенный сертификат на 300 миллионов рублей. За поспеховую работу по переодолению наступства авары на ЧАЭС старшиня райвыконкама Валера Ишляга узнагороджены гоноровой грамотой Федерации правосоюзов. Если подводить какой-то итог, ну мы все вместе. И это, наверное, самый главный девиз. И это девиз правосоюза, потому что у нас в основе нашей это солидарность, это солидарность во всем. Если какие-то проблемы мы преодолеваем вместе, если какие-то радости мы радуемся вместе, мы все в этой жизни делаем вместе. Вот этот залог, это залог успеха тогда во всем. Если мы будем вместе, значит мы будем во всем успевать. У нас все будет получаться. Сегодня в Гомеле хвилины маучанья ушановали память о хвяр фашистских концлагеров. Митинг Греквием традиционно прошел на площади Паустанне, где размещался лагерь для советских военополонных. И где загинуло больше, как 100 тысяч человек. Каждый год для памятного знака сбираются те, кому пощастило выжить у нечеловечных умовах. Сюда приходят их близкие, свояки, сябры, представники органов улады, молодь, как вспомнить и ушановать память тех, кто пройшел про скруги фашистского пекла. Той факт, что на митингу было шмат молодей, ящер раз доказывает, за какой повагой те перешние поколения ставятся до тех далеких падей. А сами былые вязни спадяются, что больше николе и никому не доведется выпарбовать жахи войны. Зараз на Гомичине проживает 4200 былых вязня. У областным центра их 443. Сяроды их и Александр Лопатин. Он делится вспоминами, которые просто шокируют. Его трехгодового хлопчика мать литерально откопала после бомбежки в Германии. Чисто, говорит, случайно, вот интуиция материнская подсказала. Тоже говорит, давай откапывать. И откопала меня. Богом дано мне быть сегодня вместе с вами. Радоваться этому солнцу. Каждую минуту мы ждали смерти, потому что допросы, пытки, расстрелы. А самый страшный был момент, однажды ночью врывались фашисты в камеру, приказали всем выйти, автоматы вот здесь впереди, собаки. Ну какая мысль? Конечно же, автоматная очередь нас выстроили к одной стенке корпуса, мужчин к другой. Ну тут уже все попрощались жизнью. Но, слава Богу, как я говорю, не у каждого коснулся кровавый меч палача. Протягиваем выпуск. Акция «Ты день лесу 2016» стала самой массовой за историю ее проведения. До ее долучились больше, как 80 тысяч человек по всей краине. Наш корреспондент Витальд Довгин, наведал пляцовки, где на этих выходных заявились новые зеленые насаджения. На пляцовце у 40 километрах от Гомеля гектар вырубки. Отповедно с международными экологичными нормами, минавито так, про спирогной сталые драунины, повинен з'явиться новый урадливый пласт. Одночасовый и новый лес. А лесопосадками на этой дзялянцы займаются супрацовники комитета дзялшконтролю. Мы узнали, как лес садится, попробовали это не только на словах, но и на деле, что это довольно напряженный труд. Одновременно поможем нашим работникам леса приумножить наше богатство. Поэтому хорошо, что мы рады и довольны, что поучаствовали в этой акции и принесли пользу нашей республике, нашим детям, нашим внукам. Еще недавно на этом месте узвышались 100-годовые сосны. То, что посаджено зараз, а это около 7 тысяч саженцев, уже у нашим внукам да и правнукам будет. Прозгады тут и хвоя, и дуб, и берозы поднимутся. На невеликой отлеглости еще одна посадочная пляцовка. Учатыры разы большая за попереднюю. Тут працавала около пау сотни человек. Представники администрации зон отчужения и отцеления, инспекции аховы живельного и рослинного свету, областного комитета природных ресурсов и аховы новокольного осяродя. Мы с вами дышим кислородом. Один из основных источников производства кислорода или фотосинтеза природы – это производная кислорода. Без кислорода нет жизни на земле, никому. Лес поглощает углекислый газ, идет процесс фотосинтеза и образование кислорода. Одно дерево, но есть такие расчетные данные, одно дерево кормит кислородом три человека на планете. У 12 лесництвах только Гомельского лесгаса на агульной площади у 470 гектаров за минулый тыдень было посаджено больше за 3 миллионы саджанцев каштовных пород со специального питомника. Виталь Довгий, Дмитрий Радзянко, телерадио-компания «Гомель». На выход весны на Гомельшине означали первым фестивалем «Шпаковняв». Местом его проведения брали агрогородок Уваровича Будокошалевского района. Накольки комфортные умовы пропонуют птушкам майстры и чим уразили удельники строгой журы. Подтекавился Олег Синтеров. Идея проведения этнографично-экологичного фестиваля «Шпаковняв» в Будокошалевском районе народилась на проконце минулого года подчас работы над новым планом работы районного совета. Тогда и вырошили, что коли 2016 год культуры, то и означать его необходно отповедным чинам. Кольки усяго было выраблено «Шпаковняв» подчас подрактовки на фестивалю «Докладная невядома», а ли непосредственно на финальную часть подобрали клея 5-10. У кожные «Шпаковни» кажут аутерская индивидуальность. Школа мастерства вырабила хату для птушки у выгреди скрипки. Школьники-звездки Николаевка проставили целый палац для синиц. Наученцы Уваровской средней школы свою «Шпаковню» назвали «Универ» – новый интернат. Тут явно отчувается у выпускников, и кем все лето поступать у иншей научальной установы. Тем не менее, этот скворечник сделан экологичным, то есть они покрыты специальными материалами, которые в квартире будут спокойно жить. И сделан еще по всем стандартам и размерам для птиц. Правда, только вырабам самых разностранных шпаковнив на Будокошалевском фестивале не обмежавались. Уречки кажут, пролет птушек – это надыход весны. Миноваты по этой причине организовали еще и конкурс фаперных песней в закличках веснового цикла. Головная умова, и они повинны быть характерными, выключены для конкретной местовости. Плюс разностранные мастер-классы. Не каждый день есть махчивость и сыграть вот такие шпаковные шашки. Кажут, что их вырабил сам леший для бабы-яги. Бабы-яга дарится сама мастер-классы и проводится. И еще один мастер-класс по сборству шпаковнив. На всего только шесть квелин, а ли местовые мастеры справились. В наступном году они не выключены. Будут взмогаться уже с пространниками инших территорий. По словам организатора, все это этнографично-экологичный фестиваль шпаковнив свою задачу выконал, а тому в 2017-м его меркуются зарабить уже региональным. Во-первых, это даст возможность экологического воспитания. Во-вторых, это даст возможность показать традиционную культуру, которая присуща нашей территории. Восстановить вот эту мастеровитость такую. Дать возможность ремесленникам о себе заявить. Усе шпаковни, которые принимали в конкурсе, худко упрыхожить сады, скверы и инши места отпочинку. А птушки кажут, за это обовязково подякуюсь. На свою птушинную мову заразумела. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, отеля райда компания «Гомель» в Бутылкошалевский район. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова